Легенда о Буллиншпигеле Было это лет четыреста назад, а то и больше. На западе Европы, во Фландрии, жил веселый и трудолюбивый народ фламандцы. Фландрия находилась тогда под властью императора Карла V, короля Испании, Германии и многих других стран. В городке Дамме жил когда-то человек по имени Класс, плечистый, здоровяк с открытым и добродушным лицом. Каждый день он появлялся на улицах с тележкой, в которой развозил по домам уголь для печей. Завидев его, жители выходили на крылечки, и отовсюду слышалось «Добрый день, Класс!» «Здравствуй, угольщик! Удачной тебе торговли!» Все любили Класса за веселость и добрый нрав. У Класса не было ни лошади, ни вала, слишком уж большие налоги собирал император. Поэтому ему приходилось самому впрягаться в плуг вместе со своей женой Соткин. В один из майских дней, когда распустились лепестки на кустах боярышника, перед самым восходом солнца у Класса и Соткин родился сын. Отец взял ребенка из рук счастливой матери и поднес к окну. «Мой маленький сын», — сказал он, — «Посмотри, вот солнце приветствует землю Фландрии. Оно ясное и горячее. Будь же настолько честен и смел, насколько ясно солнце, и настолько справедлив и добр, насколько оно горячо». В кошельке у Класса не было ни единой монетки, а в погребе всего несколько лепешек. Но соседи принесли хлеба, мясо, пиво, и вечером Класс и Соткин в кругу друзей отпраздновали рождение сына. Назвали его Тиль. В тот же день в Испании у императора Карла V тоже родился сын Филипп. В честь его дня рождения было устроено пышное празднество. По улицам двигались торжественные шествия, на перекрестках развесили колбасы, а из фонтана вбило вино. Королевский ребенок лежал в позолоченной колыбели, в пышных кружевах. Вокруг толпились придворные, хором восхищались его красотой и предсказывали ему великое будущее, а младенец ревел, как теленок. Время шло. Тиль рос смелым, ловким и озорным парнем. Он очень подружился с соседской девочкой Нелли и часто гулял с ней в окрестностях города. А помощником его в шалостях и проделках стал добродушный и толстый лам-мэ-гудзак. Однажды они увидели на базаре палатку. Над входом ее висела бадья с водой, а к палатке был привязан тощий осел. «Покупайте святую воду, она излечивает все болезни!» кричал жирный испанский монах. «Обманутые бедняки покупали воду, а в глубине палатки монахи объедались и пили вино». «Ну, если эта вода не может избавить нас от императора Карла, то пусть она, по крайней мере, излечит монахов от пьянства и обжорства!» И Тиль протянул ослу горсть овса. Увидев вкусную пищу, голодный осел взбрыкнул, звонился вперед. Святая вода вылилась, а палатка обрушилась. Монахи долго барахтались под ней, а Тиль и его друзья хохотали. Вскоре Тиль сам поставил на базаре палатку и зазывал народ. «Подходите, подходите! Каждый сможет увидеть свое будущее в этом окошке!» Если подходил спесивый испанский вояка, в окошке показывалось жаркое на блюде. «Вот что сделает из тебя война, доблестный стервятник!» говорил Тиль. Если подходил толстый монах, Тиль выставлял бурдюк с вином. «Пусть слябжорства тянет выпить, значит быть тебе винным погребом!» И все вокруг смеялись. Стоя возле своей палатки, Тиль кричал «Иггбен Улленшпигель! Иггбен Улленшпигель!» «Что значит, я ваше зеркало!» С тех пор его и прозвали Улленшпигель. А сын императора Филипп рос хилым и мрачным. Он выискывал темные проходы во дворце и садился в уголок, вытянув ноги. Проходившие мимо падали, и это очень забавляло Филиппа. Но он никогда не смеялся. Во Фландрии была теплая и ласковая весна. Улленшпигелю очень нравилось ходить по людным ярмаркам и рынкам данным. Если он встречал какого-нибудь музыканта, то за небольшую плату брал у него уроки и скоро научился играть на разных инструментах. Встретив странствующего живописца, он нанимался к нему растирать краски и между делом учился рисовать. За короткое время он научился разным ремеслам. А молодой принц становился все более хмурым и злым. Любимым занятием Филиппа было мучить животных. Однажды класс увидел, как Улленшпигель поймал птичку. «Я хочу посадить ее в клетку, и она будет мне петь», сказал Тиль. «Ну что ж, сажай», — ответил класс. «А если тебя самого посадить в клетку, как ты запоешь?» Улленшпигель подбежал к окну и выпустил птицу. А класс положил ему руку на плечо и сказал, «Сын мой, свобода — это самое большое счастье. Никогда не лишай свободы ни животное, ни человека. Не следуй примеру угнетателей, заковавших в цепи нашу страну». Через некоторое время император Карл торжественно возложил корону на голову своего сына Филиппа и провозгласил его королем Испании и других стран. И Филипп поклялся не давать пощады своим подданным. На городских площадях жгли и мучили честных граждан. Гремели барабаны и королевские глашатые объявляли, «Всякой, кто скажет про нового короля хоть одно худое слово будет повешен, живьем закопан в землю или сожжен». Пришли глашатые и в дамме, услышав их, Клаас помрачнел. «Теперь совсем не станет житья честным людям, а доносчики станут получать половину имущества своих жертв». Рядом стоял рыбный торговец Иост, скупой и злобный старик. Он запомнил слова Клааса. В это время король Филипп объезжал свои владения. Городские власти изо всех сил старались развеселить грозного гостя. Уллиншпигель оделся дураком, то есть шутом, и объявил, что в присутствии короля будет витать. Вельможам так захотелось угодить королю, что они поверили. И вот в день приезда Филиппа на площади собрался народ. На возвышение сидел король. Все ждали фокуса, который покажет дурак из дамбы. Уллиншпигель взобрался на крышу, раскинул руки и посмотрел вниз. Толпа замерла. И тут Уллиншпигель расхохотался и сказал, «Я-то думал, что я тут единственный дурак, а теперь вижу, что их полным-полно. Если бы вы сказали мне, что собираетесь летать, я бы не поверил, а к вам приходит дурак, и вы ему верите. Ну и легко же вас одурачить, милые сограждане». Одни в толпе смеялись, другие бронились, но все говорили одно, а ведь дурак правду сказал, «Чиновники и монахи дурачат нас еще больше». Только король Филипп не смеялся. И вдруг, когда Уллиншпигель спустился вниз, кто-то его дернул за рукав. Это была Нелли вся в слезах. «Тиль, милый!» зашептала она. «Я тебя ищу уже несколько дней. Скорее домой! Беда! Класса! Посадили в тюрьму!» Вот что рассказала Нелли. Однажды утром, когда Класс чинил свои стоптанные башмаки, а Соткин болтала с Нелли, забежавшей в гости, раздался стук, и на пороге появились стражники. «Угольщик», — сказал один из них, «ты арестован за оскорбление короля и его указа». «Он ни в чем не виноват», — закричала Соткин. «Нелли, они его убьют!» Стражники схватили Класса. Нелли кинулась на них. «Отпустите его!» «Тиль, где ты?» Стражники вели Класса по улице. Из окон выглядывали испуганные лица, а у ворот Классова дома стоял и усмехался рыбник Йост. Когда Улиншпигель прибыл в Дамме, на площади уже шел суд. Класс, избитый, измученный жестокими пытками, стоял перед судьями, гордо подняв голову. А рыбник, донесший на него в сотый раз повторял, что Класс ругал королевскую власть и доносчиков. «Признаешь ли ты себя преступником?» спросил судья. «Отрекаешься ли ты от своих заблуждений? И считаешь ли короля Филиппа своим законным государем?» «Честный труженик, а не преступник!» отвечал Класс. «И я проклинаю власть убийцы и тирана!» И суд постановил сжечь угольщика Класса на костре. Услышав это, сотки Ненеля зардали, а Улиншпигель бросился к отцу, но стражники плотной стеной окружили место суда. А рыбник стоял и ухмылялся, потому что суд присудил отнять у Класса все имущество и половину отдать королю, а другую — доносчику. На утро на площади был сложен костер. Класса привязали к столбу, и под колокольный звон палач с трех сторон запалил поленья. Улиншпигель, Соткин и Неля сидели дома. Друзья не пустили их на площадь, чтобы они не видели мук Класса. Вдруг Соткин поблюднела и показала пальцем на окно. Над крышами домов взвился длинный язык пламени и повалил черный дым. Послышался страшный крик Класса. Соткин! Тир! Ночью Улиншпигель пробрался к месту казни. У обгорелого столба лежала куча пепла. Это было все, что осталось от Класса. Улиншпигель взял горсточку пепла и понес домой. Дома Соткин сшила для пепла мешочек из красного и черного шелка. Надела его на шею сыну и сказала, «Пепел — это сердце Класса. Красный шелк — его кровь, черный шелк — наша скорбь. Пусть же это вечно будет у тебя на груди, как пламя мести палачам нашей Родины». Соткин с нового коля 31 Родину Сți مت мисл